Продолжение следует... ...или общие мавзолеи, где в нишах будут стоять снабженные именами и датами гробы, на которые будут бросать умиротворенные взоры живущие, близкие, родственники или просто посетители, которые приведут в этот мавзолейный склеп, как в музее, чтобы посмотреть на тела своих предков и, так сказать, почувствовать свое будущее. Александр Петрович, вот если бы вам предложили сейчас, ну, бессмертие, сделать ваше тело фактически бессмертным, вы бы согласились? Да. Согласились бы? Да, я, собственно, и работаю над этим. То есть, а когда оно возможно уже, бессмертие физического тела? Да, могу сказать. Все почему-то думают, что бессмертие возможно без тяжелого труда. А это тяжкий труд. Ну, понятно, конечно. И психологический. А наша душа вообще готова к бессмертному телу? У тех людей, которые здесь присутствуют, почти у всех готова. Вот если бы вам предложили сейчас сделать бессмертным ваше вот это физическое тело, вы согласились бы? Да. Согласились бы. А вы? Я думаю, что оно и так бессмертно. Нет, ну, это не физическое тело. Ну, вот это физическое, полная регенерация. А каким способом? Ну, какая разница? Предложили бы и все. Вы просто вам согласились бы или нет? Это имеет значение. Просто если оно будет как-то иметь, например, постоянную форму, то в этом смысла, собственно, тоже нет. Что оно будет бессмертной, но постоянной, не изменяющейся. А какое вы хотите? Бессмертную в плане, наверное... Стук. Да, просто... Форму стук. Которую я имею в себе возможность осознавать, но при этом имею возможность его по собственному усмотрению моделировать дальше. Светлана Евгеньевна, вот как вы считаете, бессмертие, о котором вот так много говорится на конференции, это вообще дар или, может быть, это проклятие? Акосфер, да? Конечно, это божественный дар. А если человек его не научился воспринимать как божественный дар, то для него это пока проклятие. Все зависит от нашего восприятия и от того, насколько мы можем сонастроиться с тем изначальным импульсом, который дан для всех живущих форм. Когда мы входим в его поток и можем в нем существовать, то все процессы, которые в нем заложены, воспринимаются нами как естественными и нормальными. И без прерывания осознания нами, самих себя. И к этому мы стремимся. Вот ученые говорят, что в пределах 20-30 лет будет открыто физическое бессмертие тела. Не кажется ли вам, что это может привести к очереди за смертью? Мы посмотрим, что получится через 20-30 лет. И ведь, понимаете, ученые сегодня мыслят категориями физической матери. Они пока не мыслят категории того, что у физической формы есть внутренняя сущность, внутреннее существо. И вопрос к ученым, как они будут пересаживать в новую физическую оболочку именно эту, внутреннюю суть человека. И если мы встанем на позицию не нашего физического материального тела, а на позицию этой внутренней сущности, то вопрос, кто здесь управляет, захочет ли она принять эту оболочку, есть ли для нее в этом смысл. Ведь если она совершенствуется благодаря постоянной смене и нарабатке нового опыта, то захочет ли она кристаллизовать себя в неменяемой субстанции, какой новый опыт она будет получать. Поэтому тут, конечно, нужно в синтезе рассматривать не только физического оболочка, но и всего человека в его комплексе. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, бессмертие – это дар или проклятие? Несмотря на то, что понимаете под этим словом. Ну вот то, о чем говорят. То есть бессмертие как возможность жить. Я полагаю, что настоящее бессмертие, в истине, в его смысле – это достижение, великое достижение человека. А в побывательском понимании этого слова, как постоянное существование в одном теле, что, в принципе, не является возможным, на мой взгляд, скорее было бы проклятие, но оно не существует. А как вам кажется, вообще стоит ли людям открывать тайну смерти и бессмерти, не испортит ли это? Здесь есть, я так думаю, часть тайны, которая уже открыта теми, кто владеет этими знаниями. И раз открыта, значит, надо будет открыть. А другая часть не открыта. И до нее могут додумываться только те, кто будет очень серьезно, устремленно заниматься этим и докажут себя достойными. Я думаю, в принципе, то, что уже дано, я думаю, полезно говорить об этом на широком аудитории, лишь не раз напоминая людям и давая информацию интересующихся. Вот, Светлана Васильевна, а как, на Ваш взгляд, вообще вечная жизнь – это дар или проклятие? Я думаю, что это закон природы. И поэтому оценивать его, наверное, не стоит. Как мы можем оценивать небо над головой, землю под ногами? Ну, а бессмертие как таковое? Вот говорят, что ученые очень скоро решат проблему бессмертия физического нашего тела. Я думаю, что бессмертие физического тела – это отступление от реальности. Это, наоборот, как бы противоестественно. Физическое тело нам видано только для приобретения опыта, для того, чтобы как-то чему-то научиться и потом сделать из этого выводы. Говорят, что ученые скоро откроют где-то в пределах 20-30 лет такое бессмертие физического тела. То есть тело можно будет восстанавливать. Вот как Вам кажется, не приведет ли это, с одной стороны, к очереди за бессмертием, а с другой стороны, к очереди за смертью? Я, честно говоря, не очень в это верю, что так получится. Ну, наверное, оно так и будет, как Вы сказали, если это будет действительно. А как Вы считаете, куда будет больше, длиннее очереди – за смертью или за бессмертием? Понимаете, даже если вдруг ученые изобретут способ бесконечно поддерживать существование земного тела, вопрос – а захочет ли сознание бесконечно существовать в этом теле? Все-таки жизнь тела определяет сознание, а не какие-то физические процессы. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, бессмертие – это дар или проклятие? Это жизнь. После жизни. А если вдруг откроют бессмертие, какая очередь будет, на Ваш взгляд, длиннее – очередь за смертью или очередь за бессмертием? Я думаю, бессмертие не откроют, его не нужно открывать, оно есть. Люди вообще чего больше жаждут – бессмертной жизни или все-таки хотят умереть? Не знаю. Про людей не знаю. Но Вы хотели бы жить вечно? Если говорить про меня, про моё мировоззрение, то, наверное, эта жизнь закончится, начнётся новой. Какая – неизвестно. Если говорить о традиции, скажем, хоростризм, который я представляю, там, говорится, мы получим физическое тело, которое будет бессмертно. Но это будет после того, как мир изменится, после того, как, скажем, мир у славы в этом мире будет уничтожен. Тогда каждая наша сущность, она ведёт это последнее тело. И она будет уже совсем другого плана – обладать уже и физическим бессмертием. Говорят, что учёные скоро смогут открыть бессмертие, сделать физическое наше тело практически бессмертно. Как Вам кажется, когда это, если это произойдёт, образуется ли очередь за бессмертием? Или очередь за смертью будет больше? Я думаю, что это произойдёт и скоро, и тогда оно будет виднее. Ну, вообще, как Вам кажется, в человеке сильнее желание умереть или всё-таки жить вечно? Стремление жить. Ну, вот я читал такой фантастический рассказ, где сначала изобрели лекарство, значит, от смерти, и все привились, стали бессмертными, а потом вдруг образовалась очередь за смертью. Интересно, но мне кажется, человек об этом не задумывается, потому что мы смертные. Естественно, все стремятся жить вечно, а там уже, что будет скучно, не скучно, об этом никто не думает. Потом, возможно, может быть, если это возможно хоть как-то, возможно, потом и будет очередь за смертью. А вообще, на Ваш взгляд, бессмертная жизнь – это дар или, может быть, это проклятие? Хороший вопрос. Мне кажется, однозначного ответа нет, что для кого-то это может быть даром, а для кого-то проклятием. Но эти разные есть. Вообще, бессмертие – это дар или проклятие для человека? Для человека это было бы проклятие. Для души, для духа – это дар. Это его дар, для его природы. В отношении вечной жизни, мне кажется, к вечной жизни мы должны ментально созреть, духовно созреть, чтобы соответствовать тебе вечной жизни. А пока это только удел богатеев, наверное, людей обеспеченных. И вечная жизнь, все-таки, наверное, не вечная жизнь, а все-таки отсроченная смерть. Назовем так, наверное. А сама вечная жизнь, мне кажется, это все-таки утопия. Они соответствуют и природным механизмам, и космологическим каким-то законам. Захотят люди жить вечно? Ну, думаю, что нет. Хотя определенное время пройдет перед тем, как они этого поймут, что на самом деле жить вечно – это… Вы приняли решение, я буду жить вечно. Прошли какое-то посвящение там, или трансформацию, и живете вечно. Если вас не устраивает, вы не проходите, живете обычной жизнью. Ну, а не возникнет ли после вот такой трансформации желание все-таки вернуться? Да, обязательно. Возникло желание умереть. Потому что им станет скучно. Но вы откажетесь от возможности жить бесконечно долго в этом теле? Я не откажусь, я не соглашусь, потому что это не в моей комитете. Здесь душа приходит именно за тем, чтобы пройти уроки. Она облачается по очереди то в мужской, то в женский костюм, и проходит свои уроки, которые необходимы ей, да. То есть прошли уроки, выучили экзамен, пришли на другой уровень развития. Какой смысл сохранять свой костюм изношенный? Сфера отражает уровень зрелости человечества в данной сфере. И попытки внедрения всякого рода теологических и духовных, эзотерических дисциплин предпринимались. В Докольском университете, например, даже была введена гиммонология. Продолжение следует...